Более 170 экспонатов объединила выставка, открывшаяся в областном краеведческом музее. Гостям праздника авторы вернисажа подготовили настоящую экскурсию в прошлое. Сам салон они оформили как фотоателье конца 19-го, начала 20-го века, в котором можно познакомиться с интересными снимками разных эпох, эксклюзивными открытками и техникой. Все мы готовимся к одной дате, замечательному нашему юбилею, тысячелетию города Бреста. Поэтому идея правильная, мне кажется, была. Ну и через что можно полнее всего познакомить жителей нашего города и наших гостей? Это через фотографии, через какой музейный предмет. Хотя на выставке, конечно же, были использованы предметы из самых разных музейных коллекций. Больший вклад внесли в развитие фотодела Беларуси брещане. В городе всегда работали частные фотоателье, где успешно ставили эксперименты над изображениями. Активно развивалось это направление и в советское время. Юрий Макарчук, сын знаменитого фотографа областной газеты «Заря» Евгения Макарчука, пришел сегодня, чтобы посмотреть на снимки отца. В коллекцию музея он передал еще несколько фотографий из личного архива. В фондах музея больше 1300 негативов моего отца. Как оказалось, что у них нет ни одной фотографии самого Евгения Николаевича Макарчука. Где-то в интернете нашли. Ну, пришлось мне покопаться в архивах и найти, хотя фотографий этих немного. В основном кто-то из коллег, из фотографов. Его где-то какие-то рабочие моменты фотографировал. И где-то он заработает. Вот я подарил нашему музею несколько таких фотографий. Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры» – это проект, который будет иметь продолжение, так как посвящен он тысячелетию областного центра. Познакомиться с вернисажем брещане и гости города могут и после торжественного открытия. Он будет доступен всем желающим.